Приветствую вас! Значит, у вашего сына будет в животе так, диагноз не определён по ночам приступы боль Посоветовали врачи обратиться к психологу Значит, смотрите первое, что приходится на ум это психоатноматика то есть, наличие определённого негативного состояния психологического то есть, ребёнку плохо, ребёнку тяжело у ребёнка высокое напряжение нервное и как следствие это всё вливается вот в боль то есть, психоатноматика это, как правило, проявление вот психического напряжения различных симптомов, синдромов в телесные ощущения мне, соответственно, нужно разбирать весь анализ ну, весь анализ как бы и ваш, и ребёнка и анализировать жизнь вашу и жизнь ребёнка ваши отношения внутри вашей семьи то есть, между вами, например и отцом ребёнком и ребёнком и вами по очереди то есть, поочерёдно по отдельности и вместе всё это нужно анализировать потому что психосоматика это, как правило, защитная реакция то есть, если бы психосоматики не было то там имели бы место быть более серьёзные такие проявления да, то есть, например, могли бы быть психические отклонения, например или что-то в этом роде а так, через боль слизко защищаются это первое второе 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 это тоже, что ребёнку выгодно болеть то есть очень многие вот люди, которые имеют вот примерно такие симптомы как вас сын они не видят другого способа привлечь внимание например родителей к себе кроме как вот болезнь и придумывающие боли какие-то ну которые, как правило подсмотрели у либо у самих родителей либо где-то фильмов там и так далее вот и как бы используют это для собственно достижения своих целей в будущем такие проявления поведения можно назвать эстероидным эстероидным а самого человека который который продвигает такую модель обычно называют эстероидом вот ну а если это уже приобретает чересчур серьезную форму то соответственно это уже эстерия и эстерия это болезнь заболевание которое действительно лечит но лечит уже врач психотерапевт психиат вот значит чем можно помочь ну во-первых выявить причины которые заставили ребенка использовать столь экзотичную модель поведения как в случае психозоматики так и в случае болезненного привлечения внимания к себе во-вторых это корректирование вашего поведения и отношения к ребенку приведение в более гармоничную единую схему модель взаимодействия между вами и ребенком то есть очень важно чтобы и например отец и например мать продвигали одну единую линию воспитания по отношению к ребенку то есть именно о воспитании конечно как о таковом говорить не приходится потому что в вашем возрасте ребенка уже не воспитывают его можно только чему-то научить например вот но в любом случае единая модель поведения нужна кроме того ваш сын сейчас является подростком у него происходит гормональная перестрая организма половое согревание и так далее и здесь очень важно относиться к маленькому человеку деликатно уважительно значит демократично не принижая его ну и соответственно не давая ему чрезмерной свободы его соблюдение этого баланса тоже является задачей задачей вашей но с помощью психолога достижимы далее самого ребенка нужно обязательно показать детскому психологу потому что именно в этом возрасте очень часто ребенку нужен друг то есть некоторые добротки испытывают одиночество чувство одиночества соответственно ну понимаете да то что у ребенка есть у мальчика есть время для того чтобы болеть то есть болеть ему интереснее чем например там гулять общаться с друзьями и так далее ну так или иначе это показатель это показатель его приоритетов и вот эти самые приоритеты и нужно разбирать но это уже задача детского психолога который поработал бы с малышом если вы этого захотите то есть я понимаю что вы можете не знать как работают психологи но что вы просто рассказали очень мало информации для какого-то конкретного конкретной помощи вам я даже больше скажу что необходимо с вашим ребенком взаимодействовать не только с вами но и с вашим ребенком и не только с ребенком но и с вами поэтому в идеале вам нужно выбрать себе детского психолога если вы хотите дистанционно работать выбирайте себе детского психолога и именно с ним уже записывайте своего ребенка к нему к детскому психологу и с ним уже будет работать специалист вот а вам нужно тоже чтобы менять свое отношение очень возможно что вы созависимые родители на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи